А у нас с тобой свой Андрей. Чуть-чуть подрос. Андрей Кулик, наш кинообозреватель. Доброе утро, здравствуйте. Доброе утро. Тема сегодняшнего эфира «Сапожник без сапог». Но вот о вас, наверное, точно это нельзя сказать, потому что вы рассказываете о кино и смотрите кино тоже регулярно. Да. А когда последний раз на большом экране смотрели кино? В понедельник. Совсем недавно? На открытии фестиваля России. Это в Москве, который проходил, правильно? Нет, который у нас здесь сейчас идет. Фестиваль документального кино России. Вот оно как. Я смотрю, вы контактировали с кем-то. Давайте тогда, пока можете, расскажем о трех фильмах. Сегодня в российский прокат выходит фильм «Человек из Подольска». Это экранизация пьесы, которая «Золотую маску» получила и ставится по всей России. Очень популярная сейчас востребованная история. Главный герой, молодой человек, который живет в Подмосковье, в Подольске, работает в Москве. И он после работы вечером собирается уехать на электричке домой. Но на вокзале к нему подходят полицейские и говорят «Пройдемте». Он говорит «Я же ничего не нарушал. Пройдемте, пройдемте». И он действительно опрятный, трезвый, ни с кем не дрался, ничего. Вот думает, что такое, что за недоразумение. И тут начинается вот этот вот гениоль, такой абсурд. Эти полицейские говорят «Так, что ты знаешь про свой родной Подольск? В каком году он получил статус города? Знаешь ли ты гимн Москвы?» И в конце концов они ему говорят «Слушай, ты ведь не любишь ни свой родной город, ни Москву, ни страну. Мы тебя научим Россию любить». И они начинают... Ну, это вообще такая черная комедия абсурдистская. Они его ломают. Какими способами, вы его знаете. Но вроде бы не бьют. Вроде бы психологическое воздействие. Но самыми разными... Ну, Виктория Исакова возглавляет этот дружный полицейский коллектив. Причем завтра в Гельцин-центре этот фильм вечером будут представлять создатели. Можно будет с ними пообщаться, задать все вопросы. Я очень рекомендую. Я этот фильм видел, посмотрел с большим интересом. И я думаю, всем... Ну, это для взрослых кино, конечно. Всем будет интересно. Замечательно. Скуча точно не будет. Это прям здорово. Особенно про полицию. И не скучно. Это прям замечательно. Следующий фильм. У вас там написано, как он в русском прокате назван? «Последняя капля». «Последняя капля» — это фильм, который вышел на интернет-платформе. Это фильм Софии Копполы. И где, так же, как и в трудностях перевода, в главной роли Билл Мюррей, ее любимый артист. Героиня начинает подозревать своего мужа, что он ей изменяет. И она поделилась своими сомнениями с отцом, с Биллом Мюррей. И тот развивает бурную деятельность. Как вывести на чистую воду этого мерзавца, как его отследить. И это очень трогательная и смешная история, в которой действительно Билл Мюррей царит. И как он со всеми умудряется моментально найти общий язык, насколько это открытый, разносторонний человек. И у него надо, в общем-то, иногда он бывает несносным, потому что он лезет во все вот эти вот вещи, он должен участвовать. Он не может просто так смотреть, что у дочери проблемы в семье. Но потом мы понимаем, что это очень добрый человек и очень умный. Поэтому вот я советую последнюю каплю в интернете посмотреть. Ну и актер прекрасный. В этом фильме, насколько я знаю, есть некие финистические такие нотки, это раз. А второе, я узнал, как он в Европе и за рубежом где-то, он называется на скале, либо на утесе. У нас он называется чуточку по-другому в нашем прокате. Почему-то так, я не знаю. Ну, у нас любят такие фантазии. Да, у нас как-то сложности с переводом всегда возникают в названиях. Что переводить не нужно, так это третью ленту, которую мы сегодня обсудим. Это третий фильм, как раз, насколько я понимаю. Это фильм, который завтра можно будет посмотреть на четвертом канале, завтра вечером. Фильм называется «За кулисами». Я всегда переживаю, когда отсматриваю короткометражки на каких-то фестивалях, что в прокат-то они не попадают, а фильмы-то замечательные. И вот тут несколько историй разных короткометражек, снятых абсолютно разными режиссерами. Их просто объединили в один сборник, потому что они все о театре. Но это то самое продолжение, где было уже две части, и это третья часть. В смысле две части? Это отдельный фильм. Но был уже фильм «За кулисами». Ну, я не видел. Это, видимо, другой какой-то нипот. Это уже наш отечественный, где сравнивают театр. Тут особенно шикарная первая новелла «Худрук», где Юрий Стоянов играет худрука провинциального драм-театра. И вот всем нашим, я думаю, театральным деятелям знакомы его проблемы, как ему навязали, например, бездарного актера, потому что папа отремонтировал крышу в театре, он бизнесмен, и как не дать главную роль в украшении строптивой этому абсолютно деревянному, холодному молодому человеку. И вот этот мастер-класс Юрия Стоянова, он и злится, он и смеется, он и этюды какие-то делает. Это просто вот смотришь, не отрываясь. Прекрасное кино. Все четыре истории, они, так сказать, о любви, да? Ну, и о любви тоже, в первую очередь. Ну, третье – это точно. В каждой истории, мне кажется, можно найти что-то о любви. Андрей, спасибо большое, как всегда, любопытная подборка. Друзья, надеюсь, вам тоже понравилось, и вы название себе записали. У нас, как всегда, по четвергам был Андрей Кулик, наш кинообозреватель.